На что обращают внимание мужчины на сайтах знакомств? Ой, что ты тут делаешь на сайте знакомств? Ой, меня тут подружка зарегистрировала. Ой, я не верю, что тут вообще можно встретить мужчину. И у него нет времени разъезжать на свиданочки, выезжать на смотрины. Ты ему понравился, он хочет в этом убедиться. Нужно быть с ним загадкой, нужно с ним играть, ну, нужно быть какой-то холодной или... Тут непонятно, кто передо мной. Поеду-ка, я разберусь, кто скрывается за этими двумя с половинами фотографиями и никакой не заполненной анкетой. Когда он приехал навстречу, а там девушка не та или намного хуже, чем на фотографиях, или да, она красивая, но мышление какое-то не то. И он уже много раз отжигался. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог, эксперт в отношениях. И прежде чем мы перейдем к нашей теме, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и обязательно смотри это видео до конца. Я не буду убеждать, что всем нужно быть на сайте знакомств. Или сайт и знакомств это хорошо. Или если ты сейчас напишешь в комментариях, ой, сайт и знакомств, там одни извращенцы и несерьезные мужчины. Окей, ты права, не используй сайт и знакомств. Но если же все-таки ты понимаешь, что сайт и знакомств это хороший способ, один из дополнительных инструментов, чтобы в твоей жизни было больше достойных мужчин, я более чем уверен, что либо у твоих знакомых, либо у знакомых знакомых есть классные истории, когда мужчина и женщина знакомились друг с другом на сайтах, в интернете, и это привело их к счастливому союзу, к счастливой семье. Но если ты мыслишь по-другому, просто закрой это видео, не нужно смотреть его. Если ты же открыта для понимания, что же нужно делать на сайтах, тогда это видео будет полезно для тебя. Первое. Это правильные фотографии. Немножко удивляет, когда девушки, знаете, мужчина говорит, а ты можешь мне прислать еще фотографии? У нее там две с половиной фотографии. Он говорит, а можно еще увидеть твои фотографии? И реально я был удивлен, когда, судя по вашей обратной связи, я понял, что многие девушки воспринимают это с подвохом. В смысле? А ему что, недостаточно моих трех фотографий в одном и том же ракурсе? А что, а что ему? Или если он хочет меня видеть, какая я, то пусть встретится со мной. Дорогие мои, то, что мужчина просит больше фоток, это нормально. Он просто хочет понять, какая ты. И знаешь, вы же тоже смотрите на внешность мужчины. И это тоже абсолютно нормально. Хотим мы или нет, все, в первую очередь, смотрят нашу внешность. Так устроен наш мир. Конечно же, если он просит фотографии обнаженные, голые и так далее, это значит, что, наверное, с этим мужчиной не нужно продолжать общаться. Если вот так вот он сразу, сходу. А если вы уже знакомы три месяца, вы живете вместе, и он просит интимные фотографии, ой, ну, в смысле, какие-то фотографии, то, наверное, в таком случае можно прислать. Так вот, фотографии. Это первое, на что смотрит мужчина. Учти, что на фотках не обязательно пейзаж. Мужчине неинтересны пейзажи, на каком ты море отдыхаешь, в какие горы ты ходишь. Или в каком красивом ресторане, интерьере ты сидишь. Ему все равно. Ему важно видеть тебя, рассмотреть тебя. Каково у тебя личико, какая у тебя фигура. И для того, чтобы было понятно, какая твоя фигура, не обязательно голой быть. Можно быть в джинсах или какой-то облегающей одежде, по которой будет понятно, какая у тебя фигура. Понимаешь, когда у женщины, например, фотки только лицо или только верх, у мужчины какое мнение складывается? Что женщина, наверное, что-то скрывает. Она чего-то стесняется. И я считаю, что это достойных мужчин, ну, скорее останавливает, чем вызывает интерес. О, а какая же она там ниже пояса? Встречусь-ка я с ней. У меня же много свободного времени, правда же? И меня же уволит со всех работ, бизнес развалился. Что еще делать? Буду встречаться с женщинами и смотреть, какие они там, да? Рассматривать их. Поэтому я считаю, что это должно быть понятно. И это позволит, опять же, не тратить неподходящим мужчинам твое время и свое им. Ты экономишь время и, в первую очередь, себе свое время и энергию. Поэтому фотографии должны быть понятны, какая ты, какая фигура. Будь готова, чтобы у тебя в запасе были еще ряд фотографий, которые ты можешь там прислать мужчине. В этом ничего страшного нет. Не надо фотки на пол лица с очками на пол лица. Недовольное лицо или лицо такого Джейсона Стэцхома. Такая вся крутая, вся такая невероятная. Так не нужно. Фотографии, которые транслируют позитив, где хорошего качества, не нужно профессионально, не нужно с тысячами слоев фотошопа, это лишнее. И если у тебя мало фотографий, там одна или две, какие-то непонятные, где ты боком, спиной, в очках. Ну пойми, это не... На это мужчины обращают внимание. И да, это такая анкета, такая женщина будет интересна определенному типу мужчин, которые тоже какие-то немножко скрытненькие. Некоторые просто боятся, что кто-то из знакомых видит, что ты есть на сайте знакомств. Но знаешь, мое мнение, либо ты показываешь себя, так сказать, во всей красе, ну либо там нет смысла, вот эти конспирации какие-то, нет смысла это делать. Мое мнение. Либо у тебя просто очень много свободного времени, тогда окей. Второе. Это твоя анкета. Как ты ее заполнила? Как там написано? Написано там что-то вообще? Или там великие цитаты великих людей? Как правильно жить? Как правильно... Что такое счастье? Ну знаете, есть женщины, которые используют анкеты на сайте знакомств, чтобы научить мужчин жизни. Ты заходишь и прям обучаешь, читаешь ее анкету, и ты думал, они прочитать, а ты обучаешься. Ты такой прочитал анкету и прям понял, как жить, как быть счастливым, и кто такой настоящий мужчина. Не нужно играть эти роли. И знаешь, она... Твоя анкета должна либо привлечь тебе нужных тебе мужчин, и при этом оттолкнуть ненужных. Да, соответственно, что бы хотел видеть нормальный мужчина в анкете? Как ты живешь? Чем ты увлекаешься? Как ты мыслишь? Кого ты здесь хотела бы встретить? Кого ты не хочешь встретить? То есть, какую-то информацию, понимаешь? И даже тут суть не в информации, а о том, как ты ее написала. Потому что ты любую информацию можешь написать в негативном ключе. Как вы достали, вы слабые, там эти... Ужас, негатив и нытье. И не привлечешь таким описанием нормальных мужчин. Либо там, наоборот, на позитиве, что спасибо, вот такие мужчины мне пишите, буду рада. Вот с такими мужчинами, пожалуйста, я вас там уважаю, но нам не по пути, вы найдете там других женщин, я увлекаюсь тем-то, интересы у меня такие, я там занимаюсь спортом. И все, понимаешь, мужчине, и нужный мужчина читает, я говорю, о, интересно, о, о, это то, да, тоже хочу с такой женщиной взаимодействовать. Или наоборот, о, не, это не туда. И опять же, ты экономишь время и энергию себе и другим мужчинам. Значит ли это, что это 100%, вот ты сейчас делаешь все мои рекомендации, да, все, все будут 100% классные мужчины привлекаться. И не классные не будут привлекаться. Нет, конечно, ну куда им деться не классные? Ну куда им деться? Они есть. Конечно же, они тоже будут пытаться отнять твое время и энергию. Это нормально. Просто не нужно на них тебе тратить время. Видишь, неподходящий мужчина, просто блокируешь. На сайте знакомств это абсолютно нормально. Поэтому я считаю, что обязательно нужно заполнять анкету. И нужно учитывать, что большинство женщин ее не заполняют. Либо заполняют в негативном ключе. И не сложно среди них выделиться и показать, ну, в первую очередь, не то, что заслужить любовь. Или такой, ой, я не такая, любите меня, да, хочу, чтобы вы меня любили. А просто транслировать, чтобы было мужчине, еще раз, понятно, кто перед ним. И понимаете, я знаю ваше возражение, вы скажете, Ярослав, ну, а как же так? Ну, если же мужчине, там, я интересно, он же встретится и увидит вживую. Да, я понимаю, что в идеальном мире так хотелось бы. Но пойми, пожалуйста, в среднем, там, мужчина, там, за 30 лет, ты понимаешь, он сколько раз уже обжегся на том сайте знакомств? Когда он приехал на встречу, а там девушка не та, или намного хуже, чем на фотографиях, или да, она красивая, но мышление какое-то не то. И он уже много раз обжигался. А мужчина, если нормальный, он же занят, он же работает, у него же дела, и у него нет времени разъезжать на свиданочки, выезжать на смотрины. То есть нормальный мужчина, он уже, знаешь, он уже, если едет на встречу, то ты ему понравился, он хочет в этом убедиться. А не в смысле, так, тут непонятно, кто передо мной, поеду-ка я разберусь, кто скрывается за этими двумя с половинами фотографиями и никакой не заполненной анкетой. Понимаете, да? И третье, это переписка. То, как ты коммуницируешь с мужчиной. Опять же, фон какой, позитивный, негативный, оптимистичный, пессимистичный, например. Ой, что ты тут делаешь на сайте знакомств? Ой, меня тут подружка зарегистрировала. Ой, я не верю, что тут вообще можно встретить мужчину. Вот такое какое-то оправдание. Есть девушки, которые оправдываются, что они здесь на сайте знакомств. Послушай, если ты там уже есть, не надо оправдываться. То есть если ты есть, принимай это с позитивом. Но когда ты есть на сайте и критикуешь этот сайт, это выглядит очень подозрительно по отношению к тебе. И лучше так не делать. Еще раз, как ты настроена пессимистично, оптимистично, позитивно, негативно, как ты общаешься, как ты коммуницируешь, как ты переписываешься. Вот тебе пишет интересный мужчина, там, привет, ты мне понравился, или привет, ты красивая. Можешь сказать, спасибо, да, или привет, я знаю. Или привет, спасибо, да, очень приятно, и вы хорошо выглядите. То есть есть какая-то взаимность, да. Просто есть девушки, которые думают, что если с мужчиной хорошо обходиться, то они на голову садятся, то они расслабляются. Если ты так мыслишь, я тебе рекомендую прямо сейчас записаться на бесплатный онлайн-курс, для того, чтобы я развеял твои установки, навязанные там разными учениями. Бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция». Прямо сейчас под этим видео кликай по ссылке и записывайся бесплатно. И за несколько вечеров я развею эти мифы, которые навязаны многими разными психологами, тренерами, что мужчину нужно быть с ним загадкой, нужно с ним играть, ну, нужно быть какой-то холодной или... Ну, то есть это не работает, то есть это работает на определенных мужчинах, на определенные цели, но не для достижения гармоничных классных отношений с достойным мужчиной. Как ты общаешься? Возвращаясь к этому вопросу, как ты переписываешься? Ты вообще настроен на что? На бесконечную переписку? А потом удивляться, а что он ничего не зовет мне? Ну, потому что ты встретил мужчину, которому нужна переписка. Понимаешь? То есть ты сама осознаешь, какая цель этой переписки. А я напомню, что цель переписки должна быть что? Созвон. Не надо тратить много времени. Попереписывались немножко, интересно, созвонились, послушали голоса друг друга, почувствовали, как вам общаться. Опять же, цель переписки не бесконечные разговоры по телефону. Телефон – это следующий этап. И следующий этап, если там все, тогда встреча. Час там, на полчаса, на час попить кофе – это нормально, чтобы увидеться, присмотреться к друг другу. Конечно же, можно и сразу с переписки встречаться. Но в большинстве случаев это будет разочарование. И это может убить в тебе желание как раз потом создать мнение, что сайт и знакомство – это фигня. Конечно, фигня. Если ты тратишь время на фигню, конечно, ты будешь считать, что сайт и знакомство – фигня. Но если ты будешь правильно их использовать, то это поможет тебе, скажем так, сайт и знакомство, интернет сделать твоим помощником, сделать твоим ресурсом, а не якорем, а не усложнителем, которые только разочаровывают в мужчинах, в отношениях и вообще в жизни. В итоге, первое – это правильные фотографии. Второе – это то, как заполнена твоя анкета. И третье – это то, как ты коммуницируешь с мужчиной. Если для тебя важно еще больше разобраться в психологии отношений, как взаимодействовать с нормальными мужчинами, как привлекать нормальных мужчин, как сделать так, что если так сложилось, что сейчас в отношениях тебе кажется, что, наверное, мой муж ненормальный. И ты думаешь, что мне разводиться, наверное, да? Или что, менять мне, а он изменится? Наверное, такие вопросы у тебя могут быть прямо сейчас в твоей светлой головушке. Тогда прямо сейчас кликай по ссылке и записывайся на бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция». А где эти и другие вопросы? Мы раскроем от «А» до «Я». Если это видео было полезно прямо сейчас, ставь лайк, подписывайся на канал и до встречи в следующих видео. Пока!